Украина до конца года произведет полтора миллиона дронов и будет сертифицировать школы операторов БПЛА. Правительство Украины начало экспериментальный проект по сертификации школ операторов БПЛА. В частности, для них установят четкие требования и унифицируют учебный процесс. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, благодаря сертификации, обученным операторам дронов, будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность. Он также добавил, что до конца 2024 года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. Всего в следующем году в государственном бюджете на сферу безопасности и обороны предусмотрено больше 2 триллионов гривен, что составляет 26% ВВП. Также Шмыгаль заявил, что Украина в 2023-м трое нарастила производство боеприпасов. По его словам, каждый второй боеприпас в зоне боевых действий украинского производства. 6 сентября президент Владимир Зеленский говорил, что Украина планирует создать подземные производственные мощности для изготовления оружия и боеприпасов, чтобы снизить зависимость от возможных задержек в поставках от международных партнеров. 15 сентября советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщал, что Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов. Но это еще не все. Как заявил украинский премьер, сейчас также продолжается реализация ракетной программы. Кроме этого, Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники. Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, сказал он. Также Шмыгаль добавил, что Украина налаживает совместное производство вооружений с партнерами, а также привлекает партнеров к закупкам украинского оружия для ВСУ. Президент Владимир Зеленский во вторник 1 октября заявил, что первая украинская баллистическая ракета уже прошла испытание. Об этом он сказал на открытии второго международного форума оборонных индустрий, говорится на странице Зеленского в Facebook. По словам украинского президента, вооруженные силы Украины используют новый класс украинского оружия. Дальнобойную ракету-дрон-поляница. Он добавил, что сейчас также используются различные виды дальнобойных дронов, а также морские дроны. «Прошла успешное испытание наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет «Нептун». Производится до 20 артиллерийских систем «Богдан» ежемесячно», сказал Зеленский. 24 августа президент заявлял, что украинские военные впервые нанесли удар по оккупантам ракетой-дронам украинского производства. 29 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, что украинская баллистическая ракета будет иметь дальность около 600-700 километров. Военный портал «Дефенс-экспресс» отмечал, что указанная дальность позволит Украине поражать объекты на значительной глубине России, в частности, в Москве. Также в зоне поражения будет аэродром стратегической авиации «Энгельс» под Саратовом, база Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и множество других объектов, которые значительно важнее возможности удара по Кремлю. Вот в этом и прощу. На войну Путин не жалеет ни денег, ни человеческих жизней. Важные истории пишут, что, согласно расчетам Кремля, на фронт хотят забрать около 40% подсудимых. Это примерно 20 тысяч человек. Так, из каждого СИЗО могут забрать около 100 подсудимых. Недавно Госдума приняла закон, согласно которому обвиняемые могут подписать контракт с Минобороны еще до суда. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. А вот герои следующей новости, надеюсь, сядет и надолго. Православного блогера и по совместительству участников войны задержали в Петербурге по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки. Клауд Рамель, так зовут задержанного, утверждает, что ничего подобного не совершал, а то, что он делал с ребенком, называется медицинский массаж. Пострадавшая девочка, к слову, была дочерью его сожительницы. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Власти продолжают придумывать, как бы им заставить россиянок рожать. В Красноярском крае девушкам, родившим до 23 лет, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Такой закон будет рассмотрен Краевым Заксобранием 10 октября. Регион один из лидеров по низкой рождаемости. В прошлом месяце там озвучили инициативу выплачивать по 500 тысяч тем, кто родит 12 июня, в День России. В общем, единственное средство, которое есть у депутатов, чисто раздать денег. Хотя всем очевидно, что для повышения рождаемости люди должны просто чувствовать безопасность и уверенность в будущей жизни, чтобы не было войны и тотальной коррупции. Абсолютно, это абсолютно исключено. В Назране матерям погибших освободителей на камеру подарили продуктовые наборы. 14 семей в Центральном округе Назрани за два с половиной года минувшие с начала СВО получили извещение о смерти сыновей. Эти утраты близким никем, ничем не восполнить. Это проявление признательности и заботы. Признательность и забота – это когда чиновник на новом внедорожнике «Мерседес» дарит матери вместо сына макароны и гречку. Списки близких бойцов, погибших, выполняя задачи специальной военной операции, администрация округа поднимает несколько раз в год. Несколько раз в год продукты привозят. Причем стоит с таким видом, как будто родители, которые потеряли сына, ему что-то должны. В набор, в загрузке которого представители муниципальных властей участвуют лично, входят продукты первой необходимости. Мука – 50 килограмм, сахар – 50 килограмм, чай, масло растительное, молоко, печенье, рис, макароны. Ездить на новом черном «Мерседесе», который куплен на украденные выплаты освободителям, и дарить на камеру вдовам макароны, печенье и рис – путинской России. Это одновременно и забота, и уют, и тепло, и даже немножечко по-домашнему. Поддержка семей наших военнослужащих – наша приоритетная задача. Мы должны заботиться о тех, кто самоотверженно защищает нашу страну, и об их близких, эти продовольственные наборы, наш скромный вклад в поддержку тех, кто переживает непростые времена. Важно помнить и ценить службу и преданность Родине наших героев. И берут же самое удивительное. Не брезгуют и берут. Никому даже в голову не пришло за такое в лицо плюнуть. Вот послушайте меня. Ваш вопрос, он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова